Да, меня уговорили руководить практикой, от училища некого было послать. Скажите, вы собственноручно вносили поправки в работы студентов? В подобных случаях это не принято. Значит, не вносили? Ну, видите ли, студенты должны выполнять курсовые самостоятельства. Должны, не принято. Ответы очень уклончивые, согласитесь. Вы знаете, меня интересует, как обстояло дело в подобном, вот в этом конкретном случае. Возможно, разок-другой я и брал кисти, не помню. Скажите, вам известно, что украденные из музея картины были заменены копиями, сделанными под вашим руководством? Ну, это маловероятно. Копии все-таки ученические. Очень хорошо. Ваши отношения с директором Пчелкиным? Ну, шапшинное знакомство. Три раза покурили, поболтали. О чем? Что называется, погоди. По утверждению Пчелкина, вы интересовались книгой искусства Фаберже. Ну, это чтобы польстить ему, так сказать, доставить удовольствие. Скажите, вы кому-нибудь рассказывали о наличии у Пчелкина такой книги? Вы знаете, затрудняюсь. Было давно. Ну, извините, утомил вас расспросами. Ну, что вы, что вы, что вы, что вы. Я понимаю, служба. Так, ну, если я, на ваш взгляд, способен что-либо прояснить, пожалуйста. Думаю, что способны, товарищ Цветков. Только, к сожалению, память у вас слишком слаба. Даже забыли, как собственноручно снимали копию с кардинала Эль Грека. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проболталась, негодница. То-то я чувствую, что у вас некий камешек за пазухой имеется. Ну, что ж, по делам мне, греховодник. Чем вы объясните, что наиболее ценную картину из семи заказанных мифическим трестом взялись писать вы сами? Разве суть к картине? Суть в девушке. Вы же видели ее. Ах, студенточка, студенточка. Такая просветающая юность, застенчивость. Ну, надеюсь, поймете меня, как мужчина-мужчина. Говорят, вы участвовали в передаче картин заказчиков. Я? Да. Кто это говорит? Вахтер Шучевич. Глуха, бестолкова, вечно полечушь. Спросите у нормальных людей. Вам ответят, что после защиты курсовых я в училище вообще месяца три не приходил. Ну, в актерше не утверждает, что вы приходили в училище. Но она видела, как вы разговаривали с шофером, который приехал за этими картинами. Ну, вот видите, а я слыхал, что шофер приезжал под вечер, так что его мало кто мог заметить. А тетка Настя сумела меня углядеть. И что, все-таки так вот и заявляет, что она меня видела? Она говорит, кажется. Если бы это было твердо, я бы здесь у вас давно сидел. И не в качестве свидетеля. Еще ничего не потеряно, товарищ Цветков. Можно наверстать. Чем вы объясните, что во время руководства практикой не жили в гостинице, хотя для вас было забронировано место? Ну, видите ли, если бы такой вопрос задала жена, мне бы пришлось врать, выкручиваться. Ну, вам отвечу честно. Я, конечно, предпочитаю ночевать не один. У кого вы останавливались? И, кстати, в прежние приезды до практики тоже. Думаю, что могу не отвечать, так как замешана женщина. Слушайте, ваши отношения с женщинами, товарищ Цветков, следствие не интересует. Вы жили на квартире рабочего, той самой Котериной, где после кражи были спрятаны картины. Вас не интересуют женщины. От души сочувствую. Слушайте, оставьте подобный тон. Оставьте. Что общего у художника с кочегаром пропольцей, ранее судимым за разбой? Разумеется, между нами ничего общего, но его сестра. Да, я художник. И что касается женских прелестей, в противоположность вам, дорогой товарищ следователь, я не в силах себе отказать. Товарищ Цветков, я жду ответа на конкретные вопросы. Нет уж, позвольте договорить. Вы уже допытывались. Я писал на Русю. Не понимаю, право, что вас так смущает. Мы же взрослые люди. Будьте ее, брат, самовар, кочегар. Я не знаю, хоть силы меря, мне безразлично. Потому что Маруся великолепна. Бог не имеет темперамент. Хорошо, прочтите и подпишите свои показания.